друзья всем привет сергей рад на связи всем привет всем хорошей тяпницы хорошей пятницы неделька тяжелая была трансляции мало надеюсь сегодня наверстаю доброе утро привет привет друзья до трансляции мало заметно вот и хотел сегодня рассказать вчера вчера услышал интересный анекдот я думаю что он может помочь тем людям которые не в состоянии платить кредит привет привет короче анекдот про евреев я думаю что будет интересно вот короче приезжает еврей к еврею ну то есть брат брату приезжает в гости вот но все там пообедали там поужинали спать начали ложиться этот который брат в гости приехал до 2016 брат в гости приехал говорит можешь ты чего но он смотрит тот ворочается мощь ты чего не можешь уснуть когда не могу уснуть это что такое да вот у авраама 100 рублей занял завтра отдавать мне нечем вот и лежу переживаю авраам это который сосед да этот брат берет стучится в стенку авраам ты спишь такой нет тебе мойша 100 рублей должен должен а когда должен отдать завтра так вот он завтра тебе не отдаст все мощно спи спокойно пусть он ворочается теперь я вчера долго ржал не знаю как вам смешно не смешно короче я вчера долго ржал очень часто человек который не может платить кредит переживает очень сильно ворочается вот как тот мойша спать не может не уменьшить так вот просто скажите своему банку что вы просто не сможете ему отдать не сможете отдать этот долг в то время в тот срок который 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 должны отдать привет привет сиопло вот еврейский они будут просто тем кто присоединился я рассказал еврейский анекдот до хэштеги вот я не буду просто его рассказывать еще раз, потому что будет не смешно. Ну, мне, по крайней мере, будет не смешно. Короче, еврейский метод не платить кредит. Ну, точнее, не то, что не платить кредит, а относиться легко. Относиться легко. Привет, привет. Относиться легко к своим кредитным проблемам. И что они начислять проценты не будут? Или так чисто для своего спокойствия? Проценты будут начислять, просто штрафы можно в суде отменить. Ну, кто не знает, как это делать, можете написать мне в личку. У меня ссылка в моем профиле на группу ВКонтакте есть. Там мою бородатую морду достаточно легко найти. Да, и у нас 50 миллионов человек в такой ситуации, когда нечем платить кредит. Вот, поэтому возможно, кому-то этот еврейский анекдот поможет. Друзья, сегодня будут трансляции. Днем будет парочка лоховозов. Сайт нет. У меня ссылка на группу ВКонтакте. Сайты есть. Сайты есть. Сайт оживаем.ру основной сейчас. Вот, сегодня будут трансляции лоховозики. То есть, это специальная рубрика для тех людей, которые не в состоянии платить кредиты, которых пытаются обмануть. Хорошо, найди. Вот, я... Чтобы люди не садились в лоховоз, чтобы на лоха не разводили. Да, Жень, правильно. Вот, Женя написал, оживаем.ру. Вот. Пара лоховозиков будет. Ближе к вечеру я дам все-таки второй шаг, который дал позавчера. Первый шаг я дал позавчера. Это что делать, если тебя бесят люди? Что делать, чтобы тебя люди не бесили? Чтобы ты не раздражался? Чтобы ты относился... Ну, то есть, не просто забить, а вот разберем. Я дал домашнее задание, там, выписать списочек определенный. Так вот, кто это домашнее задание сделал, вечером, ну, примерно... Ну, как вечером? По Москве, примерно в 15 часов дам второй шаг, заключительный, где разберем вот эти вот все... То, что бесит. То есть, люди выписывали, там, 20-30 пунктов, но кто-то, может быть, 70 выписал. У меня получилось, когда я начал это делать, там, 72 или 73 пункта. Я выписал то, что меня бесит. Вот. И то, что выписал, мы по этому списку пробежимся. Мне не надо будет их называть. Я просто расскажу, как с этим списком работать, чтобы люди не бесили, чтобы... Потому что все вот это вот... Вот это вот бешенство, вот это вот выделение яда, оно провоцирует болезни. И человек очень часто болеет от того, что он сам себя в угол загоняет. Так вот, сегодня дам второй шаг, заключительный, чтобы люди сами себя в угол не загоняли. И чтобы, короче, было все классно, чтобы люди улыбались. Вот. Два лохаозика будет днем. Ну и посмотрим, может быть, и вечером, какая-нибудь трансляция на свободную тему. Нет, я овен. Я баран. Бе-е. Вот. Короче, все. Ладно, друзья. Я пойду... Мне надо видео все-таки сделать. Я вчера, позавчера ни одного ролика на YouTube не выложил, потому что очень был занят. Сегодня, наверное, тату. А, тату, это пчела. Это пчела. Я пчеловод. Погоди. Погоди. Я пчеловод. Я занимался. У меня был медовый бизнес. Достаточно крупный. Это вам не знаю. Что-то пристав от меня постоянно переносит, переносит. Может быть, до Нового года получится. Может быть, после Нового года. Но оно будет в записи. С арбитражным управляющим интервью будет в прямом эфире. Вот. Ладно, друзья. Пойду я работать. Обнимаю всех. Всем хорошей тяпницы. 25 декабря. Сегодня у католиков Рождество. Католиков, короче, всех с Рождеством. А мы тут... Я снежинок понаставил. Мы там в Москву и в Ленобласть отправляли на предыдущих трансляциях снега. Вот. Наотправлялись, что у меня сейчас снега в Барнауле нет. Все тает. Сегодня плюс два. Короче, лужи. Вообще жесть. Ну, у меня трафик на моем тарифе кончился. Да, да, по катушке. У меня трафик на моем тарифе кончился. В Москве грязь. Ну, у нас тоже почти грязь. Но... И, короче, я хотел на улице трансляцию сделать, но... После вчерашней наркоманской трансляции у меня трафик съело. Почему-то. Вот. Поэтому сегодня сегодня из дома. Привет, Баку. Привет, друзья. Всем хорошей тяпницы. Обнимаю всех. Чтобы еврейский метод узнать, как можно справиться с кредитами, посмотрите трансляцию с самого начала. Ладно, скоро будет еще трансляция. Не прощаемся. Обнимаю всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова